Про то, как летает моё личико и мои ручки, собственно, я вам рассказала, а сейчас я хочу отдельное внимание уделить тому, как летают мои ноги. Полностью ноги и бёдра, и колени, и ножные мышцы, и стулья. У меня есть такая вот наследственная проблема, ну, вернее, у меня её как таковой ярко выраженной нету, но так как я летаю часто, то проблем со своими ножками я иметь не хочу, я хочу иметь красивые и стройные ножки, я хочу иметь идеальные вены, которые не будут выступать, чтобы не было никакой, не дай бог, невенозной сеточки, ни каких-то более серьёзных проблем, и для этого активно ухаживаю и слежу за своими ножками, особенно во время перелёта, потому что перелёт и взлёт-посадка — это очень сильные перепады давления, и тем более, если у вас есть какие-то проблемы с венами, с сосудами, то те, кто летают часто, да и, собственно, не обязательно часто, они могут приобрести достаточно неприятные проблемы. Я проблемы решать не очень люблю, я, как правило, стараюсь действовать превентивными методами, я стараюсь не допускать появления проблемы, поэтому я сейчас вам буду рассказывать, какими волшебными средствами я ухаживаю за своими ножками. И ещё, бытность моей беременности. Я узнала о такой вот замечательной марке, немецкой. Это марка «Меди». Это немецкая марка очень-очень качественного компрессионного трикотажа. Эта марка продаётся в специальных аптеках и в специальных магазинах. В аэропортах, скорее всего, продукции этой марки вы не найдёте. Она очень-очень качественная, она достаточно недешёвая, но, поверьте мне, она абсолютно точно стоит своих денег. В марке «Меди» очень-очень большая линейка продуктов. Это и гольфы, это и чулки, это и специальные компрессионные колготки. Причём все три позиции, как гольфы, так и чулки, и, собственно, так и колготки, они, во-первых, существуют в разных степенях компрессии, и потом они существуют в разных линейках. Линейках «Эконом» — это данные модели в более дешёвом ценовом сегменте, и, соответственно, они несколько менее презентабельны визуально. То есть я, как правило, из линейки «Эконом», покупая вещи, я их ношу под, допустим, джинсы. Я могу купить компрессионные чулки или компрессионные гольфы и с удовольствием их носить под джинсы. Если я предполагаю, что мои ноги открыты, и подобное изделие, собственно, выставляется всем на показ, то существует линейка вот здесь вот, эта коробочка от чулочков из линейки «Элеганс», «Меди Вен Элеганс», которая как раз, помимо того, что она очень-очень качественная, и она прекрасно поддерживает ваши ноги и ваши вены в течение всего периода использования, также она ещё и совершенно потрясающе выглядит. То есть это такое вот прям вот красивое, практически вот элемент нижнего белья получается. Итак, линейка «Меди». В линейке «Меди» у меня достаточно большое количество позиций было приобретено за все эти годы, и я всеми ими с удовольствием пользуюсь в разное время, соответственно, колготками я пользуюсь в более холодное время, в зимний период, чулками в межсезонье. Для летнего времени, для каких-то очень жарких прилётов, я, как правило, использую либо лёгкие чулки, либо гольфы. Так, начинаю показывать. Вот это вот гольфики, и я их взяла в бежевом цвете. Они, ну вот им уже много времени, они периодически стираются. Всю продукцию меди желательно стирать жидким мылом и желательно вручной стирке, хотя, честно говоря, я периодически всё равно, несмотря на то, что в инструкции это запрещено, стираю в машинке на пред 30 градусов и при самом щадящем режиме, и, собственно, тоже всё отлично освежается и отстирывается. Вот такие вот гольфики телесного цвета, и очень удобно в них летать летом, собственно. Я подобное компрессионное бельё одеваю либо во время перелёта, либо когда я одеваю высокий каблук, так как большую часть времени я хожу в обуви на плоской подошве, соответственно, если я одеваю каблук, то с непривычки мои ножки достаточно быстро устают, и если это особенно в вечернее время, они могут дать отёк и какой-то дискомфорт небольшой. Для того, чтобы этого не происходило, если я понимаю, что мне надо весь вечер элегантно пробегать на каблуках, то, скорее всего, я одену либо компрессионные челочки, либо компрессионные колготки, и это поможет моим ножкам весь вечер оставаться в очень и очень комфортном для них состоянии. А если вдруг мои ножки всё-таки устали, или мне просто хочется их стонизировать и им помочь, то не забывайте, что такая простая вещь, как обливание ледяной водой, просто холодной водой, после того, как вы приняли душ полностью, достаточно медленно пройтись по вашим ногам, можно от линии талии, можно ниже, можно просто от коленей, можно просто ступни, но в любом случае холодная вода это замечательное средство, очень простое и доступное всем для того, чтобы тонизировать ваши вены, для того, чтобы ухаживать за вашими ножками, и для того, чтобы ваши ножки оставались лёгкими, тонкими и девичьими. Итак, свои гольфики от марки меди я вам уже показала, и также у меня есть замечательные чулочки, вот такие вот, это вот как раз та самая линейка Elegance, они очень красивые, из широкой ластовицы, в данном случае это цвет серый антрацит, они очень-очень красиво смотрятся на ножки, их я, как правило, одеваю, если у меня какое-то платье, или юбка, или шортики, то я, собственно, одеваю тогда вот эти вот чулочки, если я лечу в джинсах или в брюках, то есть ножки мои полностью закрыты, то я одеваю вот такие вот, вот это вот как раз уже из линейки Econo, они попроще, здесь более простая ластовица, в данном случае в этой модельке ещё отрезан носочек, то есть пальчики они дышат, пальчики открыты, они нежно-голубого цвета. Опять же, повторюсь, всю продукцию марки Меди необходимо стирать желательно вручную, и ни в коем случае не стиральным порошком, а жидким мылом. В продукции Меди продаётся достаточно большое количество салонов монобрендов, то есть салонов именно марки Меди в Москве, у них очень хорошая скидочная система, существуют разнообразные акции, то есть, в принципе, если вы позвоните и узнаете, когда проходит скидочная акция или какая-то распродажа, то вы сможете приобрести данную продукцию с большой скидкой и, собственно, будете получать удовольствие, и ваши ножки будут говорить вам спасибо каждый раз, когда вы подобный компрессионный трикотаж носите. Ещё для того, чтобы мои ножки всегда себя чувствовали комфортно, и для того, чтобы у меня никогда не возникало проблем с венами, я периодически пью какие-то витаминки, венотонизирующие, я регулярно пропиваю аскорутин, это вот такое вот очень простое средство, которое в России продаётся во всех аптеках, стоит, честно говоря, 3 копейки, это рутин и аскорбиновая кислота. Вот две такие таблеточки в день, пропивать их курсом периодически, для того, чтобы укреплять стенки ваших сосудов, для того, чтобы не было у вас проблем ни с сосудистыми звёздочками, ни, не дай бог, никакого вылезания вен, всё то, что потом надо будет убирать, удалять хирургическим путём, я считаю лучше предотвратить на той стадии, когда ещё это не появилось, и поэтому вот в профилактических случаях лично я периодически пропиваю аскорутин, либо другие аналогичные венопротекторные, либо венотонизирующие препараты, и также я периодически использую венопротекторные мази для своих ножек, как правило, я их наношу на зону собственных викор, то есть от колена и ниже. Это вот такой вот крем для ножек от итальянской марки BioSline, это Soliven. В BioSline Soliven есть отличные капсулки, это как раз вот одни из тех витаминок, про которые я говорила, с экстрактами виноградных листьев и виноградных косточек, которые укрепляют ваши вены. А это вот такой вот охлаждающий крем, венопротекторный, венотонизирующий, который ухаживает за ножками, которые я периодически наношу на свои ножки, когда я понимаю, что они у меня устали. Тогда я могу сделать контрастный туз для ножек, сначала горячая вода, потом холодная, потом горячая, потом холодная, либо просто постоять под достаточно активной струей холодной воды, и потом я наношу на свои ножки подобный крем. Как правило, это всё происходит вечером, и утром вы не представляете, насколько мои ножки мне благодарны, и насколько мне легко и комфортно ощущается, и живётся вот с таким режимом заботы о себе. Ещё один аналогичный крем, я здесь не открою Америки, который очень-очень хорош, это крем Леотон. Он у меня, к сожалению, на данный момент закончился, я пока не успела купить новый. Тоже очень-очень неплохой крем, он с гелевой прозрачной текстурой, он очень быстро впитывается. Если мой перелёт длился часа 2-3, то, конечно, мне просто компрессионного трикотажа достаточно. Может быть, вечером я могу своим ножком сделать контрастный душ, но этого точно будет достаточно для того, чтобы я себя чувствовала очень-очень комфортно. Если перелёт мне предстоял долгий, 8, 9 или 10 часов, то, конечно, я понимаю, что это значительно более сильная нагрузка на мой организм, и тогда помимо компрессионного трикотажа, помимо моих витаминок и таблеточек, витаминки, да, я стараюсь перед полётом обязательно пропить, хотя бы небольшим курсом, хотя бы 10 дней, и после полёта я в течение нескольких дней стараюсь пользоваться одним из своих венопротекторных и венотонизирующих кремов для того, чтобы восстановить тот ущерб, который был нанесён перелётом моим ножкам. Итак, резюмируем. Делюсь лайфхаками и секретами стюардессы. В самолёте обувь должна быть удобная, кожа ваша должна быть максимально увлажнённая и напитанная, в самолёте надо действительно по возможности пить как можно больше воды, по возможности есть натуральную еду, не пить алкоголь, заботиться о ваших ножках с помощью кремов, с помощью замечательного компрессионного трикотажа. Это может быть не обязательно на самом деле трикотаж меди, это может быть любой другой компрессионный трикотаж. Не забывайте, пожалуйста, ухаживать за собой даже в самолёте. Любите себя, летайте, пожалуйста, на самолётах с удовольствием. Если вам нравится видео, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии внизу, и если не подписались, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Пока-пока-пока!